Приветствую вас! Насколько я знаю, причин у российского природа, с точки зрения психологии, достаточно много. Это нервное напряжение, это соответственно, может быть яркое выражение эмоций, длительные конфликты. Вот, депрессия нет, депрессия, кстати, должна быть диагностирована, потому что это само по себе заболевание, то есть, как бы, вот. То есть, да, может быть, может быть от стресса, да. Вот, что сказать с того, стоит ли приходить эмоции или нет, решать вам. Вот, я думаю, что с точки зрения психологии надо бы поисследовать, вот, длительные стрессы, хронические стрессы. Вот, наличие для отсутствия диагноза депрессии, если его у вас нет, то есть, если у вас нет диагноза депрессии, то его нужно, соответственно, проверить, либо подтвердить, либо провернуть. Вот, соответственно, если его нет, то у вас не депрессия, а депрессивное состояние, в этом случае, в случае, если у вас депрессивное состояние, то с ним можно работать с психологическими методами. Вот, а тут вот, мне кажется, что вы боитесь болезни, то есть, вот, у вас есть страх заболеть, почему-то именно рассеянным слезом, вот, вы боитесь заболеть. То есть, было бы хорошо, конечно, было бы хорошо, конечно, узнать, почему и, ну, почему или из-за чего у вас имеет место быть такой страх, да? Ну, то есть, вот, вот, ну, вообще, вообще, вот, в принципе, почему вы боитесь именно рассеянным слезом, ну, вот, то есть, почему именно его, почему именно он? Что-то мне кажется, что, там, это, ну, такая, достаточно важная история, достаточно важная такая позиция, вот, если вы хотите в этой ситуации разобраться. Вот, я так думаю, что ваш страх, а как вы сами знаете, рассеянный склероз, это, когда человек забывает, ну, какие-то вещи, да? Вот, то есть, если вы боитесь именно рассеянного склероза, то, возможно, вы боитесь его не случайно, возможно, вам хочется какие-то вещи забыть, то есть, ваша болезнь, ну, вот, ваш страх, страх рассеянного склероза, представляет из себя, ну, не что иное, как, знаете, такое, я бы сказал, интроверсивное желание, то есть, инверсивное желание, это, освободиться от, ну, от памяти, которая вас сейчас, ну, может быть, подавляет, может быть, беспокоит, вот, если это так, если это так, то, мне кажется, что нужно все-таки обратить на это внимание вам, если это действительно так, вот, и поработать, например, с причинами стресса, который у вас есть, а вот, поработать, именно, ну, вот, именно с причинами стресса, поисследовать этот аспект, ну, и, соответственно, тогда уже будет что-то более понятное для вас, вот, вот, в принципе, так, я надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам ответить на них, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, пока, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.